ВЫЗОВ Расскажем, как, по мнению следствия, два чиновника и руководители коммерческой фирмы похитили 45 миллионов рублей. В совершении преступления, в основном, статья 179, часть 4. Деньги выделялись для нанесения дорожной разметки. И какой приговор вынес суд Ферудину Гусейнову, обвиняемому в незаконном производстве препаратов для лечения пчел. Все препараты соответствуют государству, там никаких проблем нет. Это не только прямо сейчас. Один человек погиб по дороге в больницу, еще пять госпитализированы с тяжелыми травмами. 23-летний водитель иномарки, по предварительным данным, с признаками алкогольного опьянения, на проспекте Ямашево стал причиной крупной аварии. Как установили автоинспекторы, он на большой скорости протаранил попутные «Жигули» седьмой модели. В результате происшествия не пострадал только он один. Динара Камалова с подробностями. Первые минуты после аварии пострадавших вытаскивают из разбитых автомобилей и госпитализируют. Один человек, на вид ему 20-25 лет от полученных травм, скончался в карете скорой помощи. Он сидел прямо за водителем. 21-летний водитель «семерки» получил ушиб грудной клетки и стрясение головного мозга. Еще две его пассажирки 18 и 20 лет получили тяжелые переломы ног и тазовых костей, а также ушиб мозга. Множественные переломы и у двух пассажиров «Кия» 47-летней женщины и 41-летнего мужчины. В аварии не пострадал только один человек – водитель иномарки. Молодой человек, не подскажите, как вообще все произошло? Вы куда-то спешили, что ли? Мужчина. У молодого человека автоинспекторы усмотрели все признаки алкогольного опьянения. Это подтверждают и очевидцы. Сильный грохот привлек внимание жителей окрестных домов. Они тут же вышли на улицу, чтобы посмотреть, что случилось. Водителя выводили на ручниках уже. Он очень был не в трезвом состоянии. То есть на вид можно было определить, что он был в больном? Да, потому что он полусонно не ходил, ноги плелись. По предварительной версии оба автомобиля двигались по проспекту Ямашево со стороны улицы Короленко. В половину первой ночи, чуть не доезжая перекрестка с улицы Мусина, 23-летний водитель «Кия» «Оптима» на большой скорости прокаранил «Жигули». В момент, когда это все произошло, шум, уже сотрудники ДПС здесь были. И сложилось такое впечатление, что это была погоня за неадекватными водителями, потому что со стороны корзинки ДПС приехало и со стороны океана. А, то есть это в погоне? Нет, это мое, по моему мнению, потому что очень шибко и быстро приехали. Обычно надо будет ждать минут 10-15. Теперь водителю на марке грозит уголовная ответственность. Закон за подобное предусматривает до 7 лет лишения свободы. Зинара Камалова, нафица Минязова и Константин Бушуев. Вызов 112. На улице декабристов столкнулись «Лада Гранта» и «БМВ». По рассказам водителя отечественного автомобиля, он заезжал на парковку торгового центра. В это время выехать оттуда готовилась иномарка. В какой-то момент, говорит мужчина, водитель «БМВ» надавил на газ. Видимо, решив, что успеет проскочить, но все же не успел. Второй участник аварии, уверен, произошла она по вине водителя иномарки. Последний от комментариев отказался и признавать свою вину не спешил. В результате столкновения никто не пострадал. Однако у иномарки был серьезно смят левый бокс, работала боковая подушка безопасности. У «Лады» основная сила удара пришлась на левую переднюю часть. Теперь участников ДТП ждет разбор в ГИБДД. Определить виновника аварии помогут видеокамеры, установленные на данном участке дороги. «Ки-Рио» и «БМВ» столкнулись сегодня днем на пересечении улиц Чуйкова и Адорадского. В результате ДТП немецкая иномарка едва не снесла забор. Пострадала и «Кия». Автомобиль повредил переднюю часть. От каких-либо комментариев оба участника аварии отказались. По предварительным данным, никто не пострадал. Похитили 45 миллионов рублей, предназначенных для работ по нанесению дорожной разметки. В советские районы суд Казани поступило уголовное дело в отношении четырех человек, двое из которых чиновники. По версии обвинения, с мая по декабрь 2015 года они провели серию мошенничеств, присвоив бюджетные деньги. Подробности преступной схемы в материале слова от Мухамадулина. Как следует из материалов уголовного дела, в преступной схеме участвовали четыре человека. Руководитель одного из отделов исполнительного комитета Казани, чиновник из администрации советского района, директор строительной организации, а также его заместитель по экономическим вопросам. По версии следствия, они похитили 45 миллионов рублей, выделенных на проведение работ по нанесению дорожной разметки. От лица нескольких аффилированных фирм, чиновник и коммерсанты сыграли на торгах таким образом, что победителем трех аукционов стала строительная организация, возглавляемая одним из обвиняемых. Впоследствии ими были заключены договоры субподряда с добросовестными участниками торгов, которые выполнили полный объем нанесения разметки за половину стоимости контракта. При этом объем работ в документации был умышленно занижен. Обвиняемые заключали также фиктивные договоры с фирмами, якобы выполнявшими часть работ. Деньги для оплаты сделанного просто похищались. Аналогичным образом, но уже без участия чиновника из администрации района, были заключены два договора субподряды на дорожные работы на улицах в Кировском и Московском, а также в Ахитовском и Приболжском районах города. На протяжении всего следствия обвиняемые не признали свою вину. Решением суда им избран мера пресечения в виде домашнего ареста. Всем он вменяется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, а чиновникам, кроме этого, частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время процесс стартовал в советском районном суде Казани. Слава Тухмандулин, Айрат Назипов, Вызов 112. Точка в деле поставлена. Советский суд Казани огласил приговор Ферудину Гусейнову, обвиняемому в незаконном производстве препаратов для лечения пчел. Напомним, сотрудник кафедры органической химии по совместительству директор коммерческой фирмы разработал лекарство и организовал его выпуск. Он не позаботился о получении лицензии, в итоге бизнес получился незаконным. Какое наказание вынесут, знает Нафиса Минязова. Здесь что у вас находится? Препарат. Разработку лекарства подсудимый начал еще в 90-х годах для лечения медоносных пчел. Получил патент и начал воплощать задуманное в жизнь. По мнению самого подозреваемого, вся его вина в том, что не было нужных документов. Уверяет, что в 2015 году изменил законодательство, регулирующее эти вопросы. И он по незнанию не получил лицензию. Злого умысла не было. Сам препарат считает безопасным. Все препараты соответствуют государству. Там никаких проблем нет. Уголовное дело было возбуждено сразу по двум статьям. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В соответствии с федеральным законом об обращении лекарственных средств, средство является лекарственным препаратом и подлежит государственной регистрации. Между тем, сотрудники управления экономической безопасности установили, что возглавляемая подозреваемым коммерческая фирма не имела соответствующей лицензии. После длительных судебных тяж в советский районный суд, Казани приговорил подсудимого к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Нафиса Минязова и Ратназипов. Вызов 112. Сбывать наркотики стали чаще, а ловить таких курьеров стало сложнее. Полицейские Казани подвели итоги действия по противодействию незаконному обороту наркотических средств в столице республики. За последнее время наркозбитчики перешли из жилых массивов в лесные, чтобы избежать лишних глаз. Впрочем, отсутствие свидетелей не помогает избежать уголовной ответственности. Об итогах борьбы с торговцами смертью за минувший год репортаж Айата Назипова. За прошедший год полицейские выявили свыше 1800 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Еще на четверть выросло количество фактов сбыта. Распространят информацию о закладках наркотиков, к слову, при помощи интернета и мессенджеров. Но даже анонимность не помогает наркокурьерам избежать ответственности. В ноябре 2017 года сотрудникам ОНК в результате проведенных оперативно-расследовательных мероприятий установлено, что трое граждан ближнего зарубежья, использующие один из мессенджей нашей интернет-сети, объединились в преступную группу для совершения тяжких особо-тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ошуществляли сбыт наркотических средств посредством интернет-магазина. Товарищи, конъектируйте, вот смотрите. Всего за минувший год полицейские Казани изъяли порядка 104 килограмм наркотиков. Среди них марихуана, гашиш, героин и кокаин. Особой популярностью у потребителей пользуется синтетика. Масса последней в общем объеме изъятого составила 65 килограммов. Это так называемый наркотик, мука. Бывает, что зелья изготавливают в нарколабораториях города. Однако львиная доля запрещенных веществ попадает в Казань из различных городов страны. Оперативники перекрыли 25 каналов поставки наркотиков. Причем Татарстан не всегда является конечным пунктом. Как и в Казани назначается для сбыта, так и в другие регионы. Это Уфа, Самара, Пермь, Ижевск. То есть просто у нас город Казань находится на федеральной трассе М7, как мы знаем. И объехать город Казань очень тяжело. Большинство задержанных пошли на преступление из-за отсутствия доходов. Полицейские же рекомендуют выбрать легальный способ заработка денег. В противном случае сбытчик рискует отправиться за решетку на длительный срок. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.